Бокер Тов, доброе утро! Мы начинаем наш очередной урок, третий урок, понедельник, главе Торы Беаладха. Всевышний нам сказал, что мы должны отправиться в путь от Гары Синай 20-го числа, 2-го месяца, это второй год после исхода из страны египетской. И написано, был на третий день, пришли мы в одно место, и начал народ как бы роптать на Всевышнего, и вышел огонь от Бога, и сжег Крайстана, и заплакались на Израиле. И требуем мяса, требуем пищи. Мы ведь в Египте ели огурцы и дыни, и рыбу, даром. Кто накормит нас мясом? Что это такое? У нас есть ман. У нас есть огромное количество животных, которые мы вели из Египта. Ключевое слово, даром. Мы говорим, это наши животные, чего это мы должны... И они нам пригодятся в стране, куда мы идем, в страну к нам. А здесь мы требуем даром. Но заметьте, что мы не голодные. Ман есть. И пишется, что это прекрасная была еда. И он был похож на семя кориандра, на вид нежного хрусталя, на вид, как медовый... На вкус, как медовый пирог. В общем, собирали его с на Израиле, ели, и в жировах его толкни, в общем, в ступах. Наши мудрецы говорят, те, кто хотел выполнять заповеди, являлся праведником, и получал удовольствие от мана. Он рядом с шатром выпадал. И можно его есть было и не варить. Он был прекрасный. Какую пищу ты захотел, в такую он превращался. Во рту, ты сказал, что это жареная курица, жареная курица. Хотел мороженое, будет мороженое. Что бы ни захотелось, все будет. А люди, которые не хотели выполнять, не верили во Всевышнего, приходилось далеко собирать от шатра, и толочь ступы, и варить. И не было такого удовольствия этого мана. Действительно требовали. Но у нас есть деньги. Всевышний нас вывел. Мы опустошили Египет. У нас есть средства, чтобы весь себе не хочется свой скот рогать. Покупай. Рядом живут другие народы. Покупай у них. Нет, нам надо даром. И мы понимаем, что наглостью, роботом, ничего не получилось. Всевышний сжег Крайстана. Так мы начали плакать. Всевышний говорит, будете есть мясо. Ни день, ни два, ни пять, ни десять, ни двадцать. А целый месяц, пока с ноздрей не повылазит. И после этого был мор. Наши мудрецы говорят, что сразу же, как только начали есть, собрали этих перепелов, которые налетели. Каждый собрал по десять хамеров. Много очень. То есть могли есть. А другие говорят, нет, раз написано месяц, ели месяц. И написано, похоронили народ приходливый, и назвали это место Кеврод-Гаатава. Такое страшное событие. Раша говорит, что когда Всевышний сжег Крайстана, то сброд погиб. Это те люди, которые вышли с нами из Египта, начисли от племенников, которые к нам присоединились. А царь Давид в 78-м псалме нам говорит, что в лучших в Израиле поверх после этих событий Тавира, надо же приватилетский право на Таву, и после этого мы действительно не находим имена вождей в Торе. В последний раз они названы сделаны веби Аладха, даже Накшон Синаминадава. Никто из этих вождей не упоминается. Ни Авидан Синьгидани, никто, ни Хезерес Синамишадая, никого. И мы уже знаем, что через семь дней в разведку идут новые вожди. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков Беннахум, моего дяди Владимир Бен Григорий, моего брата Павел Бен Ефим, Хайя Малка Абат Йосиф, Мир Абат Аврагам, Роза Бен Михаэль, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Батклара, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Папарина Перв Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат-Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Юлия Бат-Белла, Мазал Паранасас, Гула, Ирина Бат-Ури, Арон Бен Ури, Загроши Дух, Арон Ария Бедвора, Днис Бен Ахум, Авигаль Бат-Сара. Всем всего самого лучшего, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до следующих встреч.